Иисус и Иоанн Креститель были двоюродными братьями. Обстоятельства рождения их очень схожи. Однако лично они не знали друг друга. Иисус жил в Назарете Галилейском, а Иоанн обитал в пустыне Иудейской. Живя в уединении, в таких разительно отличавшихся друг от друга условиях, им ни разу не привелось встретиться. Иоанн знал о событиях, ознаменовавших рождение Иисуса. Он слышал о том, что в отрочестве Иисус ходил в Иерусалим и о его удивительной беседе с раввинами. Иоанн знал о его безгрешной жизни и верил, что Иисус и есть обещанный Мессия. Но никаких подтверждений своей вере не имел, потому что Иисус до сих пор никак не проявлял своего призвания. И это давало повод сомневаться, действительно ли он обетованный Мессия. И тем не менее Иоанн Креститель с верой ожидал, зная, что в определенное Богом время все станет ясно. Ему было открыто, что Мессия придет к нему, чтобы креститься, что будет дано знамение его божественной сущности. Таким образом он сможет представить Христа людям. Когда Иисус появился у Иордана, для Иоанна стала очевидной чистота характера пришедшего креститься. Такая чистота не обнаружилась еще ни в ком. Само его присутствие освещало все вокруг и побуждало к благоговению. В толпе, собравшейся у Иордана, Иоанн видел немало людей с преступным прошлым, немало отягченных многочисленными грехами. Но с человеком, от которого исходила бы божественная энергия, он никогда не встречался. Все это соответствовало откровению, полученному Иоанном о Мессии. Однако он не решался выполнить просьбу Иисуса. Как мог он, грешный, крестить безгрешного? Почему тот, кто не нуждался в покаянии, пришел исполнить обряд, символизирующий очищение от греха? Когда Иисус просил крестить его, Иоанн отказался, воскликнув. «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус же ответил кротко и твердо. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Иоанн уступил его просьбе. Они вошли в реку, и креститель погрузил Христа в воду. Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходил, как голубь, и не спускался на него. Иисус принял крещение не в знак покаяния в своих грехах. Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить. Его жизнь после крещения, исполненность страданий и безграничного терпения, также является для нас примером. Выйдя из воды, Иисус преклонил колено и молился на берегу реки. Начинался новый, самый важный этап в его жизни. Теперь он вступал на широкую арену общественного служения. Его ожидала борьба. Хотя он был князем мира, его приход знаменовал начало борьбы. Царство, которое он пришел установить, совсем не то, какого ожидают иудеи. На того, кто дал Израилю религиозные гражданские законы, отныне будут смотреть, как на неспровергателя основ и преступника. Тот, кто провозгласил закон на горе Синай, будет осужден, как нарушитель закона. И Иисуса, который пришел сокрушить власть сатаны, объявят Вильзевулам. Не было человека на земле, который правильно понял бы его. Своё служение ему также предстояло совершать одному. Ни мать, ни братья не понимали его миссии. Даже ученики не способны были понять учителя. Прежде Христос обитал в вечном свете и был одно с Отцом, но на земле ему предстояло жить в духовном одиночестве. Став одно с нами, он должен был понести бремя нашей вины и горя. Безгрешному суждено пережить позор греха. Миролюбец обитал среди враждующих. Истина рядом с ложью. Чистота в окружении порока. Всякий грех, распри, похоть, порожденные беззаконием, были для него настоящей пыткой. Он должен был пройти свой путь один, в одиночестве нести своё бремя. На нём, оставившем всю свою славу и принявшем немость человеческую, теперь лежала ответственность за искупление мира. Он всё это осознавал, но был непоколебим в достижении цели. От него зависело спасение падшего рода человеческого, и он протянул свою руку, чтобы ухватиться за руку всемогущей любви. Когда Спаситель изливал свою душу в молитве, его взор, казалось, проникал сквозь небеса. Он хорошо знал, до какой степени грех ожесточил сердца людей и как трудно им будет понять его миссию и принять дар спасения. Он молит, чтобы Отец дал ему силу победить их неверие, разорвать цепи, которыми Сатана сковал их, и ради них одолеть губителя. И Иисус просит Бога послать знак, свидетельствующий, что Он принимает человечество в лице Своего Сына. Подобные молитвы ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести своему возлюбленному повелителю весть утешения и надежды. Но Бог-Отец сам ответил на просьбу Своего Сына. От самого престола исходят лучи Его славы. Небеса разверзаются, и на Спасителя нисходит чистейший свет в образе голубя. Это символ, соответствующий Христу, кроткому и смиренному. Из огромного множества людей, собравшихся у Иордана, только немногие, включая Иоанна, видели это знамение небес. Но величие божественного присутствия коснулось всех собравшихся. Люди стояли молча и пристально смотрели на Христа. Его лик сиял тем светом, который всегда окружает престол Божий. Его обращенное к небу лицо было озарено славой, которую им никогда не приходилось видеть ни на одном человеческом лице. С небес раздался голос. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Свидетельство неба было дано для того, чтобы пробудить веру у очевидцев происшедшего и поддержать Спасителя в его миссии. Иоанн был глубоко тронут, увидев Иисуса, смиренно склоненного и со слезами молящего Отца о том, чтобы Он явил Ему Своё благоволение. И когда слава Божья озарила Христа, когда раздался голос с небес, Иоанн понял, что это знак, посланный Богом. Теперь он знал, что крестил Искупителя мира. Дух Господень почил на Нём. Иоанн простёрка Иисусу руку и возвестил. «Вот агнец Божий, который берёт на Себя грех мира». Никто из слышавших слова «агнец Божий» и даже сам говоривший не поняли их значения. На горе Мариа Исаак спросил Авраама. «Отец мой, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил. «Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения, сын мой». Книга Бытие, глава 22, стихи 7-8. И в Овне, посланном Богом для жертвоприношения, Авраам увидел символ того, кто должен однажды умереть за грехи людей. Святой Дух через пророка Исаию возвестил о Спасителе, используя образное сравнение. «Как овца, ведён был он на заклане, и Господь возложил на него грехи всех нас». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 7-6. Но народ израильский не понял, чему его учил Господь. Многие даже не видели различия между жертвой Богу и языческими жертвоприношениями. Подобные долопоклонникам, израильтяне считали животных, приносимых ко всесожжению, лишь дарами, которыми можно умилостивить Божество. Господь же хотел показать им, что движимый любовью Он Сам посылает дар, примиряющий с Ним. Слова, сказанные Христу на Иордане, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение», относятся и к нам. Господь говорил их Иисусу, как представителю каждого из нас. Несмотря на все наши грехи и слабости, мы все же не отвергнуты Богом, как недостойные, потому что Он облагодетельствовал нас в возлюбленном. Послание к Ефесянам, 1 глава, 6 стих. Слава, которая почила на Христе, залог того, что Бог любит нас, свидетельство силы молитвы, Бог слышит наш голос, наши прошения принимаются в небесных обителях. Грех разобщил небо и землю, нарушил связь между ними, но Иисус вновь соединил землю с Царством Славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова